Здравствуйте! Новый премьер Британии может поразить воображение. Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее число голосов в третьем туре выборов на пост премьер-министра страны. И трансляцию подведения итогов голосования главы руководящего комитета консервативной партии Грэмом Брейди вел телеканал Sky News. Ну понятно, что скорее всего именно Сунаку в ближайшее время королева вручит премьерские полномочия. Второе место по итогу голосования заняла замминистра по международной торговле Пенни Мордонт с 82 голосами. Глава МИД Великобритании Ли Страсс вышла лишь на третье место, набрав 71 голос. Риши Сунак в мае 22 года стал первым политиком первого ряда, попавшим в составленные газеты The Sunday Times в список богатейших людей Великобритании. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в миллиард долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса. Сунак женат на дочери соучредителя компании InfoSys Нараяны Мурти Акшате. Или Акшате, не знаю. InfoSys Technologies Limited – индийская компания, занимающаяся разработкой заказного программного обеспечения. Основана в 81 году. Оборот 4 миллиарда долларов. Чистая прибыль 2,9 миллиарда долларов по 22 году. Число сотрудников 276 тысяч. В общем, очень богатый парень из семьи индусов, переселившихся в Африку и сделавший состояние на нужда у бедных англичан. Да еще удачно женившийся на нескольких миллиардах долларов. Именно вот эта компания занимается переманиванием программистов из России. Хотя сама компания InfoSys имеет не самую лучшую репутацию. В 2017 году проходила как участник картельного сговора для занижения зарплат сотрудников. Так что рядом с этим будущим премьером Борис Джонсон просто душка-либерал. Палата представителей США одобрила выделение 100 миллионов долларов. Естественно, на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 и F-15. Если США начнут поставку на Украину истребители, это будет уже не спецоперация, а репетиция мировой войны. Украина не производит сейчас истребители, поэтому не может обеспечить основную составляющую современной войны. Превосходство в воздухе. Хотя речь идет о трехмесячной переподготовке на американские истребители F-16 и F-15, которые имеют свои особенности, заметно отличаются от МиГ-29 и Су-27, которыми управляли украинские пилоты. Вопрос все же стоит очень серьезно. В принципе, США могут поставить на Украину сколько угодно своих истребителей. Даже больше, чем имеет на вооружении Россия. Вопрос чисто технический. Переподготовка достаточного числа пилотов, создание инженерной инфраструктуры, аэродромного обеспечения и так далее. Но если эти задачи будут решены, то Украина при ее значительных рюкзских ресурсах сможет воевать сколько угодно долго. Наносить авиаудары по территории РФ не только вдоль границ, и главное обеспечивать поддержку своих войск с воздуха. Это война, сопоставимая уже по масштабам с корейской. Но тогда у воюющих сторон, а реально-то воевали США с союзниками против СССР и Китая, еще не было достаточных запасов ядерного оружия. Сейчас его достаточно. В США обеспокоены смертью иностранного инструктора. В Государственном департаменте США озабочены в связи со смертью попавшего в плен Донецкой Народной Республики наемника из Великобритании Пола Ури. Мы огорчены глубоко озабоченной в связи со смертью Пола Ури, британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией, написал пресс-секретарь ведомства Нед Прайс в Твиттере. По информации российского МИДа, скончавшийся был отнюдь не гражданским лицом, а профессиональным военным, ранее служившим в Афганистане, Ираке и Ливии, после чего руководил боевыми операциями и обучал военнослужащих вооруженных сил Украины. Пол Ури скончался 10 июля от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отеком легких и головного мозга. Смерть пленного – это всегда нехорошо. Всегда вызывает подозрения о недостаточно гуманном обращении. Мягко говоря. Кто был на подвале, тот поймет. Однако кем был покойный? Гуманитарным работником или наемником? Думается ни тем, ни другим. Иностранный инструктор может, конечно, считаться гуманитарным работником, но с очень большой натяжкой. Как и наемникам, ему, конечно, что-то платят, но формально он не участвует в боевых действиях. Хотя практически всегда иностранные инструктора обучают своих подопечных на конкретных примерах применения вооружений и военной техники. Но почему Госдепартамент США так озабочен судьбой британского инструктора? Не потому ли, что перед смертью он мог выдать какую-то важную информацию, касающуюся военной помощи Запада Украины? Рогозин оставит в наследство космический Чернобыль. Покидая пост главы Роскосмоса, Дмитрий Рогозин дал понять, что главным проектом отрасли он считает перспективный топливно-энергетический модуль «ЗЕВС», известный как ядерный буксир. Космическим комплексом «Нуклон», частью которого является «ЗЕВС», занимаются уже около 10 лет. Часть российского космического менеджмента явно воспринимает «ЗЕВС» как наиболее интересный отечественный проект, под который целеснообразно подстроить другие, включая Национальную орбитальную станцию. «ЗЕВС» действительно едва ли не главный на сегодняшний день вызов для российской науки. И наш возможный ответ космическим программам США и Китая, которые уже ушли далеко вперед. Концепция проекта – это электрические ионные двигатели на ядерной энергетической установке. Такие двигатели очень долго разгоняют, гораздо дольше, чем химические ракетные, а потом долго тормозят. Зато им не нужна дозаправка. Аппарат может без проблем слетать на любую другую планету и вернуться обратно. К тому же он берет на борт до 10 тонн груза. Для сравнения, масса доставленных на Марс аппаратов до сих пор не превышала 2 тонн. Чем дальше планета, причем, тем больше выгода ядерной технологии. Так, до Юпитера «ЗЕВС» долетел бы за полтора года. Например, американскому «Старшипу» потребовалось бы 3. Применять комплекс собираются по-разному. Среди вариантов – сбор космического мусора, доставка атомной электростанции на Марс, уничтожение вражеских спутников, служба в качестве меткошпланетного ретранслятора и даже спасение Земли. Хотя о финансировании проекта неизвестно ничего. Лунная программа финансируется, 4 запуска запланированы, да, собственно, и все. На миссию к Венере деньги еще не выделили. Больше ничего по освоению дальнего космоса нет. Но еще один нюанс. Советский Союз уже запускал в космос аппараты с ядерной установкой. Один из них упал на территорию Канады в 1978 году, вызвав локальное радиоактивное заражение. У нас уже не стесняются информации из сомнительных источников. Домашняя бытовая техника – пылесос, холодильник, телевизор – может быть использована для наблюдения и прослушивания, заявил РИВ Новости участник российской хакерской группы «Ран Длит» на условиях анонимности. На прошлой неделе хакерская группировка «Злые русские хакеры» выложила на своем сайте Немезида новые данные сотрудников ГУР, Главного управления разведки Украины и связанных с ними лиц. Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, уже переданы компетентным органам. Вот так. Пропылесосил комнату и стал украинским шпионом. Потом доказывай в закрытом суде, что информация была собрана, мягко скажем, незаконно.